Сейчас на месте бывшей дороги в Крауновку бьет стремнина. Вода нашла самое удобное место и сломила сопротивление временной насыпи, которую возвели после разрушения настоящего моста. Ночью к переправе прибыли спасатели. Первый звонок у нас был зафиксирован в 3 часа ночи, около 3 часов ночи. Оперативная группа 7-го отряда прибыла на место, был проведен мониторинг обстановки. Автомобильное движение в Крауновку решено перекрыть. На подъезде дежурит экипаж ДПС. Седания обеспечены всем необходимым. На лодке доставили свежий хлеб, есть продукты, вода и медикаменты. Ситуацию держит на контроле глава администрации. Уже были с дорожного управления, были с департамента дорожного. Специалисты посмотрели, ждем, сейчас как только упадет вода, и начнем приступать к ремонту этой переправы. Нам нужно 2 дня, и мы в основном переправы. На всей Пушкинской территории сейчас введен режим ЧАЭС. Мост в сторону Эконовки река еще не накрыла, но уже подступила вплотную. Правда, с утра уровень воды спал, по информации МЧС, на 20 сантиметров. Пока погода не дает добро на проведение восстановительных работ, людей из Крауновки и обратно возит моторная лодка спасателей. Борт называется символично «Богатырь». Только до обеда лодка перевезла 80 человек. В селе жизнь как будто замерла. Прохожих мало. К временной блокаде местные жители привыкли. Переправу на большую землю топят уже не первый год. Говорят, жить можно. Хорошо, что вода в огороды не зашла. Продукты-то у нас все есть, мы деревенские, у нас все есть, все хватает. А на работу выезжать, куда? Ту же самую рассаду вырастить, куда мы повезем сейчас? Что, вплавь что ли? Построились? Не думаю. Да, нет, а что расстраиваться? Только внучка на учебу сегодня не поехала. Привыкли уже, наверное. Просто все обещают построить. То каждый год, скорее, в 17-м начнут строить. Кто говорит, уже построят, но до сих пор что-то ничего не будет. Ждут селяне нового капитального моста. Напомним, что временная переливная переправа была сделана в 2015 году, когда местный мост рухнул. Дали о себе знать последствия тайфуна Гони. Губернатор края Владимир Миклушевский поручил восстановить связь между двумя берегами. Большое строительство должны начать уже в этом году, летом. Евгений Талов, Сергей Флоренцев, Телемикс.